Чем бы мы ни работали, пастелью, маслом, акварелью, гуашью, мы всегда столкнемся с тем, что самым главным – это знание перспективы. И когда вы начинаете любую работу, помните о том, что есть несколько видов перспективы. Мы сегодня рассмотрим простейшую линейную перспективу. Вы выходите на улицу и смотрите на дорогу. Вот стоят столбы. Вот идет дорога. И все столбы уходят вдаль. И расстояние между ними встает все меньше и меньше. Вот это и будет перспектива. Вы смотрите на улицу, стоят дома, и они тоже уходят вдаль. Вы видите, они разного размера. Но они подчинены одному закону перспективы. И возле домов, возможно, растут деревья. И если они одинакового размера, то они будут тоже уменьшаться. Вот, пожалуйста. И все подчинено одной точке. И это точка – точка горизонта. Раньше художники, выходя на пленэр, вырезали, брали бумажечку и вырезали вот такой экранчик. Вот они вырезали его. И называли его «Видоискатель». Вот как красиво этот пейзаж у вас ляжет так, чтобы он красиво вместился композиционно. Но когда искали эту точку, они могли стоять, сидеть. И от этого зависела точка горизонта. Вот вы стоите. А вот вы сели. И у вас, если вы сидите, дома будут вот так идти. А если вы стоите, дома будут идти вот так. И художник выбирает себе, что интереснее, чтобы композиция брала убедительной и интересной. Мы рассмотрим, к примеру, какой-то натюрморт. Вот стоит груша, лежит яблоко. Тут еще лежит груша. И посмотрите, они лежат на окне, на подоконнике. Да? Вот окно на улицу открыто. Подоконник. Сюда свет попадает, солнечный. А там, за окном, у вас пейзаж. Посмотрите на яблоко и посмотрите на дерево. Посмотрите на соседский дом. Груша-то почти размером с дом. Но оно реально, оно красиво. Это и есть перспектива. Я сегодня решил сделать маленькое ознакомительное занятие по перспективе. А другие занятия, где мы рассмотрим несколько перспектив, а бывает не только линейное. Мы с вами поймем, как человек воспринимает предметы в пространстве, так, чтобы они были реальны и интересны. И знание перспективы – это самое главное в любой технике и в любом материале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!